Напомни, как ты называешь, когда он от нас уносится с земли? Ушёл в астрал. С тобой иногда бывает. Не переживай, Бен, у всех бывает. Что же такого невероятного в жизни твоего героя Уолтера Митти? Среднестатистический офисный планктон. Работает в журнале «Жизнь», не женат, до сих пор живёт с мамой. Такой бы была его анкета на сайте знакомств, если бы он всё-таки её заполнил. И на это смелости не хватило. Запнулся на вопросе. Ваш самый сумасшедший поступок. Зато в своих мечтах Уолтер спасает мир. Там интереснее, чем в его серых буднях. И можно стать кем угодно. Увы, и ненадолго. Однажды я в него пустой картридж бросил. И как, шевельнулся? Не, я провазал. Режиссёр и одновременный исполнитель главной роли Бен Стиллер прилетел в Москву всего на два дня. Мы сразу договорились встретиться. Сначала для интервью, но уже с первых минут забыли о формальностях. Просто для разговора. Бен, я хочу с самого начала быть с тобой честной. Мне не понравился трейлер. Я вообще не собиралась идти в кино. Потом уже, когда узнала, что у меня с тобой будет интервью, мне всё-таки пришлось посмотреть фильм. И знаешь, впервые за долгое время я не хотела, чтобы фильм заканчивался. Правда? Спасибо тебе. В основе сценария две с половиной страницы рассказа Джеймса Тербера, который был опубликован в далёком 1939 году. А Бен Стиллер раздул из него двухчасовой абсолютный блокбастер уже в ближайшем будущем. Если у Тербера герой подкаблучник, бегущий подальше от жены, у Стиллера получился скромный, влюбленный мечтатель. Я тут погуглила историю Уолтера Митти, а оказывается, с 1994 года снять ремейк. Хотела половина Голливуда, даже Стивен Спилберг. Как тебе поступило предложение заняться этим фильмом? Вы что там в Голливуде драли за этот сценарий? Я не собирался переделывать оригинал, потому что этот фильм — классическая музыкальная комедия, и сценарий, который попал мне в руки, был задуман как сценарий не музыкальный. Мне просто очень повезло получить сценарий от Сива Конрада. Я думаю, над ним, возможно, работали вот те люди как раз, о которых ты говоришь. Ну не то, чтобы принизить их и возвысить себя, но... Журнал «Жизнь закрывают». Известный фотограф, роль которого играет Шон Пен, передает Уолтеру фотопленку. Последний кадр, 25-й, должен стать обложкой финального номера. Но его не оказалось в конверте. В этот момент у Уолтера Митти и начинается та самая невероятная жизнь. Давай, 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 давай! Пошел! Куда? Куда ты прыгнул? Я не корабль имел в виду, а шлюпку! В поисках потерянного кадра Уолтер Митти поборется с Акулой, поработает моряком на корабле, пройдет по Исландии на скейтборде и взберется на Гималайи. По сюжету герой Стиллера много путешествует по Афганистану и Гренландии. По факту, большую часть снимали в Исландии. Комедия, драма, приключения. Бен признался, что и сам не может определить жанр фильма. И это, кстати, ему нравится больше всего. Ну хорошо, а почему режиссер играет главную роль? Не нашел никого, кому можно было бы доверить такое дело? Я так почувствовал, что хочу сделать и то, и то. Я очень страстно отношусь к этому проекту. Мне повезло, что мне достался этот сценарий. Я не мог ни соблазниться, ни предложить. Эй, я вообще-то шустрый. Могу быть и перед камерой, и за ней. 25-й кадр и вправду воздействует на подсознание. То, что ты ищешь по всему свету, иногда оказывается совсем рядом. Так, я вижу, ты настроен серьезно. Следующая звезда на Голливудской аллее славы, судя по всему, будет уже не в качестве актера, а в качестве режиссера. Я так понимаю. Нам можно прощаться со Стилером-актером? Нет, я просто в большей степени сделаю акцент на режиссуру. Одно другого же не исключает. Да я всегда хотел стать и режиссером тоже. Мне столько всего надо сказать. Мы ведь все немного Уолтера и Митти. Живем в мечтах, в социальных сетях. Кстати, это не значит, что я как актер ухожу на пенсию. Смотри, не скажи этого. Не буду, но если все-таки такой день настанет и некого будет позвать на главную женскую роль в твоем новом блокбастере, найди меня в Фейсбуке или Инстаграме. Как в фильме, да? А как тебя там найти? Мария Гладких, Москва, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова